Всем привет, ребятки! Собрались мы, едем на дачу. В прошлый раз Алиски не нашли. Папа сам ездил, не нашел. Решили мы все вместе съездить. Лена давно уже не была на даче. Да, Лен? Там сейчас некрасиво так на даче. Красиво летом. Усели все в машину, такие довольные. Сели, а машина-то не заводится. Что-то там со стартером. Короче, папа вылез, почистил контакты. Машина просто старая очень. И он нашел какую-то такую пшикалку. Побрызгал на контакты. И все, о чудо, все работает. Так что сейчас будем ехать. Сейчас заедем на новую почту. Надо отправить посылочку. И Алиске покушать везу. Там рыбка. Надеюсь ее найти. Ну, может быть повезет. Да, Леночка? Лена хотела в теннис поиграть. А мы забыли дома сетку для тенниса. Она дома осталась. А без сетки это не то. Ну, Леночка, там сейчас холодно. Это по весне уже. Кормит котов, видишь? Да? Да. Кто? А, дядечка. А, там не видно ничего через стекло. Надо влазить, я не хочу. Да, но во дворе столько котов. Это просто ужас. Одна женщина здесь живет, по-моему, в этом угловом подъезде, которая каждый день кормит, выносит им каши. Смотрю, и корм специально покупает эти киттикет. Вот, и она только выйдет, так вот, кэс-кэс-кэс, боже, сколько их сбегается, откуда, не знаю, с подвалов. Я не знаю, ну штук, наверное, 20, это точно, если не больше. Да, Лена? Столько много. И все мяукают. И она вот туда, в сторону, уходит, вот, где вот крыша железная, туда, к забору. Да, там еще... И там их всех кормит. Там под снег и куст, и, ну, она летом, там, в куст там прячет бутылку с водой, чтобы... А, и водичку наливаю, да? Да. Вот. Короче, нехило коты живут. На самом деле, они очень толстые. У меня ласка не такая полная, как эти коты дворовые. Иногда идешь, он лежит, пузо вывалил. Летом они вылазят тут все. А тут у нас летом очень красиво. Одна женщина сделала, ну, как клумбу. Еще в прошлом году здесь такая лиана была. Аж до второго этажа она тянулась. Или до первого, не помню. Вот, такая большая, типа, как дикий виноград. Но летом красиво здесь. У нее тут сейчас ничего не видно. У нее тут и кактусы были, и разные заборчики она построила. Смотри, зонтик поставила. А вот это вот чудовище, не знаю даже, что это, Лена. Это собака. Собака или медведь? Это собака. Сидит уже, Лена. Второй год, да? Какой второй год? Нет. С осени прошлой. Я не помню. Да, с осени. С осени. С прошлой осени. Ну, так, конечно. Только над ним раньше зонтик стоял. Другой, да, Лена? Да. Так, сейчас будем ехать. Искать Алиску. Скоро солнышко будет. Да, солнышко было утром. А сейчас все небо заволокло облаками, тучами. А утром вообще было классно. Так солнечно. Солнечно. Но мы долго собираемся. Мы вечно, пока мы позавтракаем. Да. Пока каждый поделает свои дела. И выезжаем поздно. Я даже не знаю, сколько сейчас времени. Чего-то не знаю. Что-то где-то около... Двух, да? Около двух часов. О, солнышко немножко. Солнышко нам радость уйти будет. Сейчас заедем на новую почту. У нас новая почта тут рядышком. А мы, может, заедем куда-нибудь, водички какую-то захватим потом? Да, обязательно. Бутылочку маленькую. Я уже так хочу весны... А я хочу весны. Ну, сам. На даче такой бардак. И приснять, блин, когда солнца нет вообще. Я уже хочу весны, чтобы на даче поубирать. Там такой бардак, аж неприятно приезжать. Собаки, коты все разворошили, растащили, разорвали. Столько мусора. Надо будет по весне взять, там большой мешок какой-то и заняться. Все поубирать. Всеми. С Тюди Валей будем ездить. Она говорит, все уехали, будете меня возить туда. Тюди Валя это соседка наша по даче. У нас такие классные соседи. А мы, в принципе, когда дачу покупали, мы на соседей тоже обращали внимание. Кто, что. Потому что, бывает, попадутся соседи такие разные есть. И завистливые, и всякие обсуждающие. Станцоры, которые мешают спать. Отсюда к дереву можно к бордюру прижать. У нас соседи вообще классные. Такая классная семья. На посылочку. Давай. Опа. Вот такие вот дела. Знаешь, какие еще бывают соседи? Какие? Танцоры, которые по ночам мешают спать. Да, это ты. Танцоры по ночам. Ночам. Ты во сколько спать вчера легла? Около двух часов ночи, милая моя. Да? Танцорка. Лена, вообще, с детства привыкла поздно ложиться спать. И теперь, наверное, это на всю жизнь. Хотя я удивляюсь, как ты в школу стоишь. А в школу-то ведь встаешь, да? Хотя ложишься. Я ложусь в два, да? Ну. И ставлю себе будильник на шесть. Спокойно просыпаюсь. Да. Да. Я в шоке. Ну, организм молодой, значит, достаточно столько часов спать. Но вообще, это неправильно, Лена. Детки ложатся в девять-десять. Вот. Друзья там идут. Да. На стройку опять идут. Да. Вон, смотри. Рома и Нил. А. Там. Уже зашли за машиной. Понятно. Эх. Вот. А Лена ложится поздно. Угу. Когда школа, и все равно встает, да? Я тебя бужу где-то в шесть-пятьдесят. Завтракаем, собираемся и идешь в школу, да? Угу. Так. Дай бог нам Алиску найти. Сейчас приедем, посмотрим. Угу. 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 Алиса, Алиса, умничка. Толя говорит, что не было Алиски, то есть она та самая, куда-то убегала. Алиса, дорожки грязные все. А это гнилой цвет. А что гнилой? Ну гнилой. В этом году, посмотри, она бежит. Надо возле нее постоять, чтобы она не кушала. Бросила все. А, что такое? Пойдем, пойдем я постою. Пошли покушаем. Пойдем покушаем, возле тебя постоим. Пошли, пошли. Пойдем. Пойди кушай. Пойди кушай. О, нахвост такой пушистый. Видите, какая у нее задок красивая, да? Ох ты. Смотри, какой хвост, да? Да, конкретно. Вот, наверное, девка на расхват. Ну да. Такая красота. Так кушай ты, боже, хвостяра. Да ты что? Как персидская кошка такая. Ты видишь, она не может кушать, она бежит за нами. Ну да. Рядом постоять, она переживает, что мы быстро уйдем. Ой, я посмотрю, на втором этаже еды нет, которую ты оставлял. Идем посмотрим. Ничего тут нет. Блин, стекло разбито. Уже давно. Давно? Да. А кто, оно целое было? Не знаю. Вряд ли, что человек, потому что не похоже. Не, ну странно, потому что оно целое было. Что-то придумаем летом, весной вернее. Ну, когда солнышко, сразу все. И настроение лучше становится. Прикольно. Ленка! Ты что, катаешься там или сложно покататься? Тяжело. Тяжело? Куртка большая. Ага. Алена говорила в теннис. Там в комнате... Что, давай. Там холоднее, чем на улице. Тут в комнате холоднее. Да. На улице теплее. Все тут нормально. Все нормально. Кушай, Лисунь. Кушай, кушай. Вот так. Алиса. Алиса хорошая. Девочка моя. Хорошая. Хорошая девчонка. Идем на наше любимое место. Из-за которого мы дачу и купили. Да, мать? Алиса идет за нами. Алиса за нами идет. Умничка моя. Пошли, Алиса. Пойдем. Пошли вперед. А ты за мной. Это тонкий-тонкий лед, да? Видишь? Угу. Он скоро растает уже. Уже скоро весна, дети. Круто. Ну иди ко мне, Алисонька. Иди ко мне. Иди. Иди, моя хорошая. Иди. Иди ко мне. Иди. Да она не худая. Не, она не худая. Она такая большая. Она тут ловит каких-то мышей, наверное, да? Да. Ловим мышей. Алисонька. Да. Большая кошка. Большая кошка. Хорошая. Борожка. Борожка. Трактор. Мурчит, да? Да. Мурчит больше, чем твоя машина. Толстая. А твоя машина мурчит хорошо. Ну да. Алиса, иди. Давай, да, иди. Алиса соскучилась за нами. Да, Алисушка. Соскучилась. А, девочка хорошая. Я помню этот камень. Какой? Вот этот. Я его там спрятала. Сейчас достала. Это я им била орехи. Вон, кстати. Алисушка глупа. Орехи, косточки била. Да, Алис. Иди ко мне. Алис. Я тут. Да, да. Вот так. О, мама зовет. Ой, хотела там. Да. Ого, как бежит, да? Да. Ух ты. Орой. Вот это да. Собака. Что, Даня? Снимаем, да? Да. Красивый вид. А солнце припекает уже, да, Дочень? Да. Классно, тепло. Не жарко. Все, Алисочка. Ты уезжаешь. Не придавил. Мы уезжаем. Алиса. Иди, дай, дай еду свою. Я хочу у себя какой-то сувенир взять. Пока-пока. Или поедешь с нами. Не, не надо. Начнет она опять проситься на дачу. Бесполезно все уже. Уже не так холодно. Да, Алиска. Мурчит. Алиса, девочка. Хорошая моя. Моя девочка. Хорошая. Все, поехали. Сейчас будем соседа подвозить. Угу.